Коллеги, рядом со мной Вильдар Гатиатуллин, компания UDU Business, спикер нашей деловой сессии. Здравствуйте, Вильдар. Здравствуйте. Давайте немножко, наверное, о компании. Расскажите подробнее. Да, ну, для многих, наверное, UDU известна как marketplace по оказанию услуг бытовых. Однако мы в 2021 году решили совместно с HeadHunter организовать платформу для работы с самозанятыми исполнителями, для юридических лиц. Потому что увидели достаточно большую потребность в целом, да, когда большая компания при масштабировании, она, к сожалению, не справляется с текущими операционными задачами, да, условно быстро найти людей, быстро их вывести в смену, там, осуществить документы оборот с ними и выплаты. И решили, соответственно, залезть в эту нишу, вот, и достаточно успешно. Поэтому сейчас через нас там работают достаточно большие крупные ритейлеры, крупные заказчики и фактически там по объему выплат, да, по документу обороту мы приблизились чуть ли не к объемам банков, да, в целом. Вот. И, по крайней мере, там за 10 лет мы, ну, с C2C направление достаточно плотно выработали работу бизнеса, государства и исполнителей. Вот. И поэтому мы даже, так скажем, были у истоков, да, формирования закона о самозанятости, где входили в рабочую группу. Ну, и сейчас, соответственно, входим также в рабочую группу по платформенной занятости, где государство будет поддерживать, да, так скажем, объект МСП, да, если мы про самозанятости говорим, это объект МСП. Ну, и в целом развиваем все это направление и являемся такими евангелистами, да, самозанятости в целом в России. Всем самозанятые говорят вам спасибо. Ну, фактически, да. Давайте немножко тогда о сессии. Какое было ваше выступление, о чем, какие проблемы, понятно, что о самозанятости, но, может быть, какие-то были вот ключевые моменты? Да, по ключевым моментам, на самом деле, выступали на тему трансформации в целом, да, российской экономики, связанной как раз вот с людьми, с линейным персоналом, какие сейчас вызовы стоят, потому что там новые реальности, да, они диктуют свои условия и явно рынок, который мы помнили до, он не будет, да, он будет новый. И поэтому тезисно определили, да, дальнейшие вехи развития в целом, да, отрасли ритейла, ну и других сегментов, да, и где-то будет применяться там режим самозанятости. И кто будет выигрыша больше всего, да, выигрыша будет тот, кто достаточно максимально быстро выводит персонал, да, потому что там на сегодняшний момент освободилось достаточно большое количество ниш, так как ушли наши там западные партнеры, как их принято называть, и время занимать их позиции, вот, а без людей, да, без, так скажем, проектной занятости, без, так называемых, профессионалов, да, это будет занять сложно. Особенно, когда бизнесу требуется вчера и как можно дешевле, вот, здесь определенным решением, да, это как раз встает воспользование услуг платформенной занятости, да, такой как, там, YouTube, да, на сегодняшний момент. Расскажите, общее настроение, мы все совсем справимся, все вопросы решим или в принципе уже все решаем, и мы уже идем к каким-то конкретным курсам? Ну, знаете, мы явно выстоим, все достаточно стремительно быстро меняется, мы научились, так скажем, за такое долгое время, да, справляться с любыми вызовами, которые перед нами стоят, стоят, поэтому бизнес сейчас, так скажем, он не консервативен, да, он применяет все новые технологии, применяет нововведения, которые даже нет на Западе, которые есть у нас, поэтому выстоим и условно там через определенное время все уляжется, и кажется, что нас не остановить в плане того, что мы достаточно сильную такую экосистему строим в целом, да, по экономике России, поэтому осталось, по крайней мере, просто работать, работать и еще раз работать. Вильдар, спасибо большое и удачи. Да, спасибо вам.